Здравствуйте, меня зовут Вадим Шипилов, я руководитель проекта «Решение», председатель общественной организации «Страна против наркотиков», психолог, аддиктуолог, специалист по зависимости. Мы сегодня с вами поговорим о таком явлении, как легализация марихуаны. И много ходит различных мнений, разговоров по этому поводу. Хочу напомнить, что Грузия принимает закон сначала о декриминализации, что это значит. Это значит, что употребление – это не уголовная ответственность. Потом легализация. И Украина тоже сейчас много разговоров, принятие каких-то решений, законов и так далее. И сейчас много муссируется и часто такое мнение о том, что каннабис или марихуана, она абсолютно безвредна, а если идем дальше, то она очень полезна для употребления. Так вот, друзья, я не могу вмешиваться в политическое управление различных стран и что-либо им навязывать. Хотят принимать, ну пусть принимают, в конце концов, волеизъявление народа, которое каким-то образом сфокусировано в их депутатах. И правителях. Но я не могу смириться с тем, что нам просто-напросто рассказывают, что белое – это черное, а черное – это белое. Как это было там и с секс-меньшинствами, и с другими вещами. Друзья, абсолютно можете жить такой жизнью, как вы живете, не вопрос. Но только давайте называть вещи своими именами. Марихуана – это наркотик, который так же опасен, как и другие виды наркотиков. Просто у него другая наркогенность, и мы можем говорить о том, что это передел наркотрафика, или это заговор каких-то там людей, или, может быть, это какой-то фармакологический эксперимент, или биологический эксперимент в этих странах. Но факт остается фактом. Марихуана – это наркотик. Я хочу вам зачитать исследования, приведенные в американском журнале по психиатрии. Показали, что употребление каннабиса и развитие индуцированной им психозы увеличивают риск трансформации в шизофрению и ускоряют наступление ее дебюта. Это соответствует выводу авторов о том, что 47,4% с каннабис-индуцированным психозом подверглись трансформации в шизофрению, и что эта частота почти вдвое превышает риск конверсии по сравнению с психозами, вызванными другими веществами. На секундочку. Полученные данные согласуются с выводом другого недавнего реестрового исследования, в котором среди спектра различных психоактивных веществ только каннабис был выделен как преддиктор, прогнозирующий параметр развития шизофрении. Ну, тут еще много чего сказано, друзья, но это все о том же. Хорошо, принимайте, легализуйте, делайте. Это силы, которые выше моих возможностей, или возможностей людей, моих единомышленников. Но говорить мне о том, или говорить нам о том, что марихуана это безвредное вещество, не надо, потому что у нас у всех растут дети, и потому что мы все знаем, что это такое, и как это все развивается. И, друзья, я хочу вам сказать, у нас в организме есть внутренняя лаборатория, которая отвечает за наши различные состояния. Ну, то есть за хорошее, уверенное, разукрашенное разными тонами наше существование здесь, эмоционально, от эйфории до каких-то там меланхолических состояний. И эта лаборатория работает по каким-то причинам, нам до конца науки до конца непонятно, но она работает. Когда мы употребляем различные психоактивные вещества, различные наркотики, коим является в том числе и алкоголь, и марихуана, то мы эти процессы берем вручную в управление. То есть мы начинаем вручную в управлять моим фоном эмоциональным. То есть я говорю, я хочу порадужнее видеть вот этот вот мир. Раз, и порадужнее, да, употребив. Я хочу вот здесь, чтобы у меня были чуть другие состояния, более притупленные. Раз, и они более притупленные. Так вот, друзья, когда мы привыкаем вручном управлении к этому процессу, то наш внутренний, внутренняя лаборатория, она начинает отвыкать работать сама. И постепенно формируется зависимость. Ну так формируются любые виды зависимости. Просто у одного человека более мощный потенциал, и он может там один, два и тридцать раз употребить, и не иметь зависимости. У другого более слабый. Он там с первого, или второго, или третьего употребления больше не видит себе возможности жить в этом сером мире, да, а видит только возможности в употреблении хоть как-то, хоть как-то жить нормально. И мы можем, конечно же, мы можем об этом теоретизировать, и говорить, да, конечно, человек имеет право таким образом, таким образом менять там свои фильтры, там, ставил розовое стеклышко, потом голубенькое стеклышко, потом еще какое-то, имеет право. Но я хочу, чтобы мы называли это своими именами, что он не в состоянии делать это самостоятельно. Вот в чем зависимость и независимость. То есть независимый человек, он может это делать без этих, ему не нужны эти фильтры. То есть ему не нужны вот эти ручные управления, этими состояниями. Он ищет более экологичные, более гармоничные инструменты для того, чтобы повышать и свое мироощущение, и мировосприятие. Поэтому, друзья, я и говорю о том, что принимать, принимайте, но рассказывать нам о безвредности этих веществ не нужно, потому что у нас есть свое мнение. Вот так вот исследуйте, размышляйте, и мир вам. До свидания.